Дукимаев Руслан Жексолыкович, президент Федерации спортивного каратэ Республики Казахстан, мастер спорта Республики Казахстан, обладатель черного пояса, второй дан по каратэ. Расскажите немножко про Ваши федерации спортивного каратэ, как работают на сегодняшний день. Федерация спортивного каратэ образовалась в 2010 году в городе Таранженбульской области, активистами в сфере спорта, в сфере каратэ. И с 2013 года мы открыли сначала областной филиал Подмолинской области, и уже официально с 2017 года я был избран Федерацией спортивного каратэ, и получается с Жабульской области мы поменяли место прописки в городе Кухшетал. На данном этапе федерация имеет 10 филиалов по республике, это порядка 2000 спортсменов и где-то порядка 32 тренеров-инструкторов и тренеров-преподавателей. Какая работа ведется именно в нашей области? Ну, наверное, не случайно и, скорее всего, не случайно президент Федерации спортивного каратэ был избран я, потому что одной из самых результативных и ведущих активную работу филиалов по Федерации спортивного каратэ с 2013 года является именно тренера и спортсмена от Моринской области. И наши спортсмены завоевали несколько наград разного достоинства на чемпионатах не только Республики Казахстан, но и на чемпионатах Европы мы были, и на двух чемпионатах мира наши спортсмены тоже показали очень высокие результаты. Ну, на данном этапе, конечно, эти спортсмены уже не являются членами Федерации, потому что они все уже сейчас работают в других сферах и занимаются как бы своими личными, семейными делами, но тем не менее хотелось бы отметить, конечно, чемпиона мира, чемпиона Европы. Это Улан Сунгат, Сестры Мохамбетовы, Айнаш, Гульбагаш, Хопаш Айжан, Жаубасар Дамира, а также Буряк Артем и Жов Вадим. Вот эти спортсмены, которые завоевывали и дали разного достоинства на чемпионатах и континентальных, и на чемпионатах мира. Вот. Ну, на данном этапе, я еще раз повторюсь, эти спортсмены сейчас, кто-то из них является студентом, кто-то из них работает в других сферах, вот. Ну, Мохамбетов Айнаш и Хопаш Айжан являются нашими штатными тренерами, вот, и уже воспитывает своих чемпионов. Как сейчас ведется работа, получается, по школам тренировки идти или есть секции какие-то, как вообще? Ну, как бы основные базы у нас, как и, в принципе, у многих федераций, не только по Акмолинской области, но и в стране, конечно, у нас большая проблема с наличием спортивной базы, вот, с материально-технической базой, и поэтому основное, как бы, основное место локации и проведение тренировочных процессов у нас является, конечно, эта база общеобразовательных школ. Ну, помимо школ есть, конечно же, и другие залы, но, тем не менее, как бы, основное место мы все равно базируемся на базе этих школ. Вот, это школы номер 12, школы гимназия номер 13, первая школа, третья школа, вот, и, а также есть другие, как бы, частные залы, где мы арендуем помещение. Это, получается, ваши же ученики там предпринимают? Да, да, тренируют мои же воспитанники, да, они сейчас тоже являются, как бы, играющими тренерами, сами выступают на чемпионатах и сами готовят уже воспитанников. Вы сказали, что проблема – это отсутствие вот своей базы. Да, может, еще какие-то есть проблемы на сегодняшний день? Ну, нет, если говорить, конечно, если говорить о проблемах, я же говорю, в принципе, проблемы в сфере, как бы, в нашей сфере, наверное, одни – это все-таки наличие материально-технической базы, вот, это наличие инвентаря хорошего, качественного, вот, которого, ну, должно быть, на самом деле, в избытке, потому что, вы знаете прекрасно, что вот недавно закончилась Токийская Олимпиада, вот, и результат обсуждается всеми, наверное, только сам лениво не обсуждает результат наших олимпийцев, но, тем не менее, все-таки 8 бронзовых медалей – это, наверное, все-таки реальное положение дел нашего казахстанского спорта, вот, поэтому, конечно, есть вопросы, которые нужно решать, есть лично, вот, у нашей федерации есть вопрос нерешенный по аккредитации, до настоящего времени мы являемся неаккредитованной федерацией, потому что в 2014-2015 году мы имели аккредитацию, мы были аккредитованы как вид спорта, наши спортсмены получали разряды и звания кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, но после вступления в силу нового закона о спорте были изменены стандарты, требования, вот, и для получения аккредитации сейчас нам нужно сначала пройти признание национального олимпийского комитета, хотя мы не являемся олимпийскими спорта, но, тем не менее, как бы, требования, и сейчас, как бы, вот, на этом этапе мы вот застряли, то есть сейчас мы не имеем признания ног и не можем получить далее аккредитацию в Министерстве культуры и спорта, но я думаю, что все-таки этот вопрос решаемый, мы в этом направлении работаем, мы ведем эту работу, ну, надеюсь, что в ближайшем будущем мы решим. А то, что вы не имеете этой аккредитации, оно, как-то сказать, вы не можете участвовать в соревнованиях, или как это стасывается на работе? Да, то есть отсутствие аккредитации как вида спорта несет с собой вот такие проблемы, то есть мы не признаны министерством как вид спорта, соответственно, наши спортсмены не имеют права финансироваться с областного или городского бюджета. То есть по настоящее время мы все поездки, все какие-то дополнительные расходы на инвентарь, то есть зарплата тренеров, это все делается только благодаря группе энтузиастов, благодаря родительскому комитету, благодаря работе тренеров, потому что мы могли бы и оказывать безвозмездную услугу по тренировочным процессам спортсменов, но мы не можем себе позволить, потому что тренеры, вы сами понимаете, должны тоже получать зарплату, должны закрывать расходы на аренду залов и прочее. Перспективы развития? Перспективы самые, конечно, радужные и самые, наверное, я бы сказал, многообещающие, потому что карате – это один из очень медалей емких вида спорта, потому что один спортсмен у нас, участвующий на чемпионате мира, может принести в копилку нашей области, в копилку страны до четырех медалей, потому что он выступает в четырех программах, это индивидуальные программы по кота и по комитете, а также командные программы в командном кота и в командном комитете. И если уже говорить о международном уровне, у нас есть опыт, я уже выше говорил, наши спортсмены очень уверенно конкурируют со спортсменами из стран Европы, стран дальнего и ближнего зарубежья, и мы во всемирной конфедерации карате являемся одной из очень сильных федераций, которая как бы находится в фаворе. Впервые в истории Олимпийских игр, впервые в истории вообще спорта, карате в направлении ВКФ было дебютом, выставлено дебютом на Олимпийских играх в Токио, и наши спортсмены, спортсмены Казахстана, конечно, показали отличный результат в этом виде спорта. Даже завоевание пяти Олимпийских лицензий, это уже говорит о многом, и вот из этих пяти спортсменов Дархана Сатилов и София Бирюльцева завоевали бронзовую медаль. И, конечно, этот факт останется в истории для всех спортсменов восточных единоборств, в карате в частности, поэтому я поздравляю Федерацию карате ВКФ Казахстана с таким результатом, поздравляю всех любителей карате, желаю дальнейших успехов. В преддверии Дня спорта я, конечно, хотел бы всех спортсменов Акмолинской области, тренерских составов, все спортивные школы, спортивные клубы, непосредственно административный блок данных школ и администраторов государственных программ, то есть Управления физической культурой, спорта и всех любителей спорта, я, конечно, хотел бы поздравить и поздравляю с Днем спорта. Желаю всем, конечно же, здоровья в первую очередь, очень много энергии и позитивного настроя. И желаю, чтобы в 2024 году хотя бы два спортсмена Акмолинской области имели олимпийские лицензии на Олимпиаду Парижа во Франции.